друзья всем привет сегодня у меня будет видосик про то какие разметки и дополнительные знаки наносят на вагоны свеженькие вагоны полувагоны поэтому давайте разберем что на них еще пишут недавно мне был видосик про номер вагона такой друзья с каждым разом что-то меняется что-то дополняется да поэтому вот я говорю что собственного она начинается на 5 но это не всегда так вот видите знак то есть вот номер и вот буква r в квадратике это означает то что это вагон собственный или приватный еще то есть вот если вагон собственный еще в конце номера пишут букву r поняли да что это вагон собственный теперь дальше ржд ну это понятное дело что ржд российская железная дорога могут быть там уже как залезница но разные страны да и разные надписи это ржд двадцатка тоже было видео у меня про номера то есть тоже указывают на принадлежность какой стране до дорога то есть это двадцатка тоже российская железная дорога если было бы украина было бы 22 тоже есть список до этих что обозначает цифры ну и давайте сразу посмотрим когда он построен а построен это вот этот номер ведь и построен и 1378 это номер завода на тоже есть распечатка такой завод и дата 30 10 2018 и естественно сразу печатают когда должен капитальный ремонт этого вагона вот аж тридцать четвертом году и естественно деплоской вот не деплоской а деплоской должен быть в двадцать шестом но друзья есть еще такое слово пробег то есть вагон еще будет смотреться по пробегу сколько он прошел то есть он должен пойти определенный километраж на чтобы его ремонтировали то есть пробег ну и давайте посмотрим что тут дальше есть естественно есть его тара вот тара 24 тонны 440 килограмм 75 тонн это обозначает то сколько у него можно грузить также есть объем вот 92 метра кубических естественно писали до какой скорости рассчитан этот вагон 120 км в час что мы тут пропустили а пропустили мы вот этот значок говорит о том что есть такое приспособление за которое может цеплять крючок этот ну это какой-то захват чтобы этот вагон может было там маневрировать да ну кота подтягивать затягивать то есть вот этот знак но с этой стороны мы можем наблюдать наблюдать то техническое обслуживание когда она была то 4112 тоже номер предприятия которая делала то и естественно дату до каком году число месяц делали написано написано приписан станция воскресенской московской железной дороге и код станции вот тоже пишут вот чтобы его туда возвращать естественно есть знак знак под которым мы не мы не кто-то другой будет подставлять домкрат электрический или какой там есть бывают до чтобы поднять вагон до ну чтобы поднять вагон примеру для снятия колеса или просто для чего там я не знаю депо поднимают ну и что мы тут видим еще вот такой знак есть м с видите м с 1 то есть это знак транзитности габаритности указывает о том то есть бывает м с 1 и 0 2 3 то есть вот эти вот все знаки габаритности указывают на то что этот вагон может эксплуатироваться на железной дорогах колея которых 1520 1435 миллиметров то есть это знак обозначает что можно и вот там эксплуатировать по габаритности он там везде пройдет пролезет как-то так то есть это знак транзитности и габаритности м с 1 вот это вот значок вот по моему гласит о том что ну то есть видите тут ее не было ревизии то есть я так понял и делают ревизию люкам потом пишут когда делали и кто делал но естественно сразу написано собственник то есть вы видели что на номере буква р значит собственник вот тоже написан собственник пологателка но естественно собственник уже сразу дал в аренду свой вагон тоже какому-то предприятию в м транс то есть санкт-петербург уже как бы этот вагон арендует его использую естественно логотип логотип собственника гтл к как же без этого черный квадрат мальевич я уже рассказывал по нему что тут делают меловые разметки срочный возврат вот и авторежим про авторежим я уже рассказывал вот если он есть написан о чем присутствует там в том месте давайте я вам поближе покажу чтоб может кто не смотрел видео про авторежим что вы знали что такое авторежим вагоны уезжают кстати друзья что-то еще осталось и не облезай убьет значок стоит тут есть лестница видите лестница есть и под лестнице такой знак есть как молния это означает что в этом вагоне присутствует лестница вот ну и что друзья в принципе почти все мы успели разобрать на раме вагона тоже присутствует номера повторяются вот м 483 видели это но в принципе друзья все давайте как раз будет сейчас ехать вагон вагона проезжать можно посмотрим что-то дополнительное принципе на полу вагона все то же самое ничего такого нету то есть друзья каждый вагон по своей специфике наносится дополнительные знаки какие-то знаки или там надписи у каждого вагона в все то же самое повторяется с полу вагонами мы разобрались то есть все вот эти надписи по же самое и с двой стороны пишется все уж и не будем мы его провожать видите ползун так друзья ну вот давайте подойдем к зерновозу там те же самые надписи просто они могут располагаться чуть-чуть там других местах все то же самое например могут быть дополнительные какие-то надписи быть вот ревизия загрузочных устройств вот написано да там был квадратик полу вагоне тут просто написано так вот открыть закрыть штурвал да куда-то идти вот написано перед разгрузкой открывать два загрузочных люка сверху я уже рассказывал почему надо открывать потому что вагон может включить запрещается оставлять люка открытыми да запрещается я как-то был видосик я закрывал люка показывал почему нужно закрывать ну то есть друзья все в принципе все то же самое просто на вагонах другого рода да это показаны надписи другие там бывают пример вот видите что это у нас за вагон такой вагон длинно-базовый видите что длинная база естественно он длиннее чем вот эти вагоны пишется знак д.б. значит ведь бизнес перри оборудовал то что он был каким-то одним стал другим вот приписан построен то есть все указывается когда это все делалось в общем все то же самое ничего интересного нету кстати он ведь буква р стоит тоже собственно кстати это знать который обозначает кружочек пика значит тут установлены коробки которые не имеют металла да но как-то вот так я прочитал что я думаю что не то что не имеет металла да просто где-то композиционный то есть чугун не доставят а все коробки вот без металлических каких-то там свойств кружочки к что-то еще интересного видите собственный вагон вот такая буква обозначаешь это вагон собственно естественно дополнительно какие-то надписи без напольных решеток это нужно для того кто уже будет их эти вагоны использовать при маневрах не толкать естественно а почему не толкать потому что тут написано для тарных пакетированных продовольственных низкоропорчичьих грузов ну тут все что угодно может быть потому что при маневрах может разбиться упасть повредиться поэтому пишут при маневрах не толкать полезный объем вагона 127 метров кубических что тут еще непонятно площадь погрузочного помещения 53 метра квадратных то есть видите для каждого свои надписи дополнительные какие-то а так все все то же самое все то же самое ничего такого новенького вот еще пишут на запасных резервуарах когда было гидравлическое испытание вот из испытан 527 номер предприятия который использовал и испытывал этот запасной резервуар и естественно дата когда его испытывали все друзья в принципе что на этом все подписывайтесь на мой канал ставим лайк кому понравилось ставим там колокольчик не знаю чтоб не пропустить мое следующее видео на этом все до свидания